здравствуйте меня зовут наташа я здесь в своей студии опять хочу поговорить с вами о нашем возлюбленном господи о том как он нас любит о том как он дает нам все необходимое для жизни для того чтобы мы процветали радовались находились в полном здравии в полном уме процветающим разуме процветающим сердце любящим и процветание наших домов семей детей спасибо господь что ты сейчас с нами что ты сейчас здесь что твое помогание она на этом видео она на мне и она выходит господь прямо через экран и касается тех кто сейчас смотрит это видео господь твое прикосновение этих людей неизбежно господь твой свет да наполняет их огонь духа святого просто сходит на них потому что ты помазал мои уста ты помазал господь меня на это слово и на это послание которое будет сегодня для возлюбленных моих братьев и сестренок для тех кто хочет двигаться и возрастать в тебе господь возрастать в твоей любви познание твоей любви господи спасибо тебе что ты здесь и сейчас и благоухание христово оно распространяется через этот экран и касается прямо с сердец всех от мала до велика высвобождается твое слово слово знания для каждого спасибо господа то что ты прикасаешься к сердцам высвобождается исцеление для тех кому они нужны финансовые благословения они высвобождаются сегодня здесь я очень рада тому что я могу с вами опять общаться рассказывать вам о приключениях в господи о тех видениях которые он показывает о тех картинах которые он дает и вот здесь одна картина которая у меня за спиной она еще не закончена но она очень сильно подходит тому о чем я буду сегодня говорить и поэтому я ее оставила вот ну хотя она уже особенно вот ее верхняя часть где кажется что это восход солнца на самом деле здесь у меня сидит наш возлюбленный господь в своем свете это сияние это сияние исходит от него и эти облака это не что иное как облака славы где находятся ангелы которые подлетают к трону не сидит всевышний где они воспевают ему хвалу и славу принимают его любовь и об этом пойдет сегодня речь и очень интересное видение дал мне вот на этой неделе господь и это видение очень возрадовало меня я просто вообще находилась до этого у меня немного было такое настроение не очень хочу честно признаться но я в этом не сижу что я делаю я иду господу я наполняюсь и это случилось и сначала когда я пришла и по обычаю я ложусь и отдыхаю это способ как я молюсь я включила музыку и мой разум начал блуждать такое бывает я думаю у вас бывает и у меня тоже это бывает и я начинаю начинаю думать то ли о своих друзьях кому-то там помощь нужна ком-то надо помолиться и потом нет мне мысли приходят от господа и он говорит ты пришла ко мне ты хочешь провести время со мной так что пусть весь твой разум сейчас будет сфокусирован на мне я такая да да господь я этого как раз и хочу и когда я начала фокусироваться на господи я сразу увидела иисуса своем видении и он начал меня как бы тянуть за собой ну давай давай пошли пошли как будто бы он хочет что-то показать он тянет меня так за руку я за ним побежала и мы подходим выходим на такое просторное место и там стоит его лошадь раз прекрасный белый конь и он так подсадил меня и сам сел тоже рядом я говорю как мне нравится так с тобой на этой лошади развещать здесь по небесам как я вам уже говорила что небеса они не там далеко они здесь и чтобы туда попасть все что нам необходимо это закрыть глаза и веру войти в это царствие небесное которое внутри нас как нас учить библия и у меня так это все и случилось и в этот раз мы не обычно господь меня везет куда-то по разным просторам и мне просто нравится наслаждаться вот этой поездкой я могу вот так вот обнимать его чувствовать его тело рядом чувствовать его дыхание и он может целовать меня в голову и это прекрасное состояние близости с богом которая будет просто так сидеть и она может наполнять и это наполнение оно само по себе уже прекрасно оно и исцеление оно и освобождение оно все я знаю я рядом со своим возлюбленным господом но в этот раз это прекрасная лошадь этот конь он понес нас вверх в воздух и мы стали подниматься и таким как бы круговоротом таким вот спиралью даже вверх и я увидела такую такое облако облако славы и я понимала сразу же поняла что там ангелы это очень часто бывает сначала тебе приходит знание потом ты начинаешь уже видеть и это все соединено в нас так работает наше воображение в которое подключается господь наше позитивное воображение которое порой бывает и негативным но мы должны очень быстро выходить из негативных видений не соглашаться с ними и отрицать их а в позитивных видениях мы должны оставаться и поучаться от них брать какое-то знание которое дает нам господь он обязательно будет чему-то учить или освобождение или исцеление или просто даже наслаждение им нашим возлюбленным господом и это облако славы в котором я знала находилась множество ангелов и как у нас говорят сон ангелов и эти ангелы они что-то пели но я не могла как следует раз слышать я не могла слышать это пение и мне господь говорит ты выключи музыку у меня была включена тихонько музыка для того чтобы пропитываться присутствием божием и я тут же выключила эту музыку я знаю что пение ангелов мы способны слышать и у меня это бывало и к этому к нему надо прислушаться я начала прислушиваться и я стала слышать как будто где-то издалека идет хоровое пение хоры такие прекрасные голоса эти голоса они разные эти голоса они и высокие и басистые средние и я сейчас поставлю музыку которая нам поможет в данной ситуации она поможет нам войти в это видение плавно и вам вместе со мной я вас приглашаю сейчас следовать за мной в этом описании я буду рисовать вам картинки и вы будете их видеть но эти картинки они не просто какие-то вы картинки или какая-то фантазии или выдумка это прикосновение духа святого к вашему разуму к вашему божественному воображению которое он вам дает и вот эти вот этих ангелов я увидела я не рассматривала их отдельно на данный момент на тот момент я просто видела группу светящихся удивительных прекрасных существ которые пели и я знала что они воспевают господу у меня сразу прокрутилась в голове это богослужение да и это так и оказалось точно так же как это вот здесь на картине этот свет и вокруг этого света я видела одну группу один сон ангелов затем другой толпы ангелов и я стала думать интересно какие там инструменты и как только я это подумала я тут же услышала скрипку я поняла что там есть скрипка и ангел играет на скрипке потом потом чуть позже я разобрала что там есть еще и струнные инструменты я подумала что это наверное арфа и вот эти ангелы они стояли со всех сторон это было вверху вокруг трона или со всех сторон с одной стороны с другой и этот трон божий как я понимала он светился и был очень яркий свет исходил оттуда и я была рядом с иисусом и мы вот на этом его скакуне блистательно мы обходили в круговую вот эти полчища ангелов и я рассматривала что их так много что они упирались прямо в горизонт и все они пели и воспевали богу они пели поклонялись это было их обожание господа она высвобождалась через пение это был хор которым я уверена и в общем то понимала что этим хором руководил сам господь им руководил дух святой и сама любовь божья была дирижером вот этого всего полчища бесконечного прям упирающегося в горизонт вот такие огромные толпы и затем мы стали с господом с возлюбленным иисусом мы стали приближаться все ближе и ближе к трону к этому сиянию и это господь отец возлюбленный наш папочка он сидел на троне и мы приблизились так близко что я могла его видеть я видела его сияющее лицо его улыбку которая манила и приближала к себе и во всем этом мы с господом соединились в одно я как бы вошла в иисуса и затем мы приблизились так близко и вошли в отца мы были одним целом и дух святой объединял все это мы были все в одном вся троица которой была и я частью ее этой троицы ее невестой олицетворением невесты христовой я понимала это что я там невеста и я понимала что я точно так же там личность отдельная личность и теперь я уже стала наблюдать за всем происходящим прямо из господа из всевышнего и это неудивительно что он может быть одновременно и там на троне и точно так же я находилась вместе с иисусом господь он вездесущий он может быть везде одновременно и когда я стала рассматривать что происходит вокруг когда уже я смотрела через глаза божие на то что происходит вокруг я увидела толпы душ стоящих внизу эти души это были люди они они были живее живее всех живых они были абсолютно человечными в нашем понимании но они были прославлены и их тела были прославлены сияющие они сияли наполнены божьей любовью божья любовь исходила светом она выходила из бога и она выходила и касалась всех вокруг людей ангелов все что окружало божий трон этот зал богослужения богослужение продолжалось и мне понимание такое оно пришло мне и не только в этот раз оно и ранее мне приходило что богослужение на небесах оно никогда не заканчивается но это не значит что господь только и делает что сидит там на этом троне потому что он вездесущ и он может одновременно быть обходить какие-то деревни какие-то прекрасные города и поля и общаться сам бог отец не только иисус но и бог отец он может общаться с теми жителями и небожителями которые проживают там и одновременно он может общаться и с людьми которые приходят на небеса для общения которые находятся и здесь на земле не подозревая что наша земля наполнена славой божией и общение с богом доступно он старается пробиться и достучаться до сердца каждого и это иисус и отец сам персонально и также дух святой вся троица они все желают общения с тобой мой возлюбленный и общения с любым человеком даже если этот человек не верующий господь своей любовью пытается достичь его и вот это богослужение оно было настолько блистательным и удивительным эти люди они были свободны они находились каждый там где хотел они делали каждый кто что хотел они в этой славе купались кто-то из них был на коленях кто-то лежал вот так вот прям пластом кто-то радуясь прыгал восклицал кто-то танцевал в духе и все это было в одной единой гармонии это не было хаосом это было прекрасно это все было соединено духом святым его дирижированием его созиданием вот этого триумфа вокруг трона божьего это было очень красиво и я думаю что я видела только вот такую малую часть того что происходило и все что там происходило это вот это вот прославление оно шло как будто бы даже не в двойном или в тройном а в четвертом каком-то и может и в пятом и более измерениях которые мы еще даже не понимаем потому что если думать о прославлении здесь на земле мне кажется оно просто как в двух измерениях довольно плоское потому что мы очень часто не чувствуем господа идет прославление и люди занимаются одновременно разными мыслями где-то там они они не с богом и такое бывает и ангелы они всегда присутствуют там где присутствует Дух Святой и ангелов тоже мы зачастую не видим хотя бывает я верю такие богослужения на земле когда присутствие ангелов и видимо и Дух Святой наполняет сердца очень сильно и в то же время я верю что будет это очень величественное прославление которое придет на землю обязательно придет и уже это наступает и вот такое словословие проходило вокруг меня и затем я Иисус мы оказались уже я увидела себя как бы со стороны рядом с Иисусом Иисус держал в руке вот такой огромный бриллиант он с трудом помещался в его ладонь он был обыкновенной классической формы и был очень многогранен и в этом свете сияющем он сиял он сиял и у меня было понимание что это Божья любовь вот это та Божья любовь которая наполняла все вокруг в этом месте и это радуга которая обрамляла как написано и в Библии что вокруг трона радуга как бы изумрудная эта радуга она была разными цветами она светилась сияла и отражалась точно так же как если мы поставим бриллиант к свету и этот бриллиант он тоже светился каждым своим своей гранью по-разному я понимала насколько многогранно и прекрасно и многоцветна и разнообразна Божья любовь и вот эта Божья любовь она наполняла этот зал она выходила и касалась людей она казалась ангелов она как бы проходила через людей и потом люди начинали обратно отдавать свою любовь шло обожание и любовь она обменивалась вот так вот круговоротом она выходила в людей потом из людей возвращалась к Богу Бог принимал их любовь и так же от ангелов и люди пели они словословили и вот такое прекрасное прекрасное пение оно шло разными голосами казалось бы каким-то образом удивительным создавая гармонию прелестную гармонию звуков и словословия но не только люди и ангелы пели пел и сам Бог люди и ангелы поклонялись но и Бог как это не удивительно тоже поклонялся он поклонялся своей любовью своим обожанием он пел я люблю вас я люблю тебя его присутствие наполняло каждого человека он пел я люблю тебя мое творение я люблю тебя мой сын моя дочь я люблю тебя я люблю тебя это шло и я молюсь чтобы это сейчас точно так же шло на вас чтобы вы понимали что вы сейчас тоже находитесь на этом богослужении и этот голос божий он спадает на вас проходит в вас проникает через каждую клеточку вашего тела на ваш разум очищает его освобождает его и все ваше тело наполняется любовью золотым свечением господа и пусть это вы прочувствуете сейчас просто наполняйтесь его любовью господь говорит вам я люблю тебя я люблю тебя мое возлюбленное дитя мой сын моя дочь я так тебя люблю и пусть ваше сердце отвлекается той же любовью к нему потому что он это принимает и вот так когда я стояла и держала этот бриллиант я спросила господа я говорю ну что же мне с ним делать и я получила просто знание интересно что вот там когда ты находишься и это возможно не для меня только это возможно для каждого я не являюсь какой-то особенной я просто это вижу и двигаюсь в этом вере и точно так же я предлагаю вам это делать просто верьте что то что приходит это дает дух святой и господь дал мне такое понимание он говорит что я должна его съесть я говорю как я не смогу его съесть оно должно оказаться внутри тебя я такая а ну хорошо я попробую и как только я согласилась этот огромный бриллиант оказался внутри меня и господь стал мне говорить это моя любовь она в тебе я вложил в тебя мою любовь я вложил в тебя понимание моей любви и теперь грань за гранью в ее разноцветии ты будешь ее открывать ты будешь ее понимать тебе будет приходить понимание и уже позже господь стал мне объяснять что его любовь она настолько многогранна и библия очень много пишет о том насколько она бесконечна и что она есть и широта и высота и глубина и долгота и все это любовь она безгранична и бездонна и эта любовь она в нас в каждом из нас этот бриллиант который господь как символ он сказал этот символ пусть он напоминает тебе о любви и я сейчас вам говорю что этот символ этот бриллиант я прошу и вас принять его пусть он войдет в вашу внутренность и будет всегда напоминать вам и светить пока эта любовь пусть она светит вам многогранностью разноцветностью если мы говорим о благодати это божья любовь если мы говорим о милости это божья любовь если мы говорим об исцелении И о исцелении и о том, что дал нам крест, это всё Божья любовь. Процветание в любой области, это Божья любовь. Ваша семья, её благополучие, её радость, это всё Божья любовь. Божья любовь – это ответ на всё, это ключ ко всему. Познавая Божью любовь, у вас будет всё. Вам не надо бегать и носиться за деньгами, искать, что они придут оттуда или оттуда, а надо наполняться им, наполняться Божьей благодатью, Божьей любовью, наполняться помазанием от Господа. И это помазание, оно разрушит всякое ермо и откроет вам те дары, которые в вас уже вложены Богом. Они вложены для того, чтобы приносить богатство. Это богатство, оно идёт от благословения Божия, которое уже на вас. И это благословение Авраама. Оно в вас, и оно на вас. Поэтому и сказано в Библии, ищите прежде всего Царство Небесное, и всё остальное вам приложится. Всё будет дано. Но мы начинаем не с того. Мы пытаемся бежать впереди повозки, впереди лошадей. Мы ставим телегу. А надо начинать не с этого. Надо просто наполняться Богом и восхищаться им и Его любовью. И Его любовь будет заполнять нас до такой степени, что нам будет даже сложно всё это переварить. И это будет... Деньги будут бегать за вами. Так и написано. Они будут бегать. Благословение будет бежать и перегонять вас. Так говорится в Библии. И я хочу закончить это видение, когда мы стояли с Господом, с Иисусом, и затем Он начал мне петь. Он начал петь, но я не могла разобрать слов. Его пение, оно было, как будто сливалось с пением ангелов. И я говорила, Господь, я не понимаю слов, о чём ты поёшь. И тут же ко мне пришёл его голос, и он стал как бы объяснять эту песню. И он сказал, я пою тебе о своей любви, но я также пою тебе и о твоей любви ко мне. И я стала видеть то, что он рассказывает, как бы видение в видение. Уже в этом видении я начала видеть, как он говорит, и наше пение, оно соединяется, и оно превращается в голубя. Этот голубь, я увидела этого голубя, как он вознёсся, белый, сияющий, огромный голубь. И это, конечно же, был Дух Святой. И он стал расти, расти, и он стал превращаться в облако. И это было мерцающее облако славы, наполненное светом. И это облако стало ещё расти, подниматься вверх, вверх, вверх. И затем это облако стало изливать дождь. И этот дождь был светящийся, это как будто бы дождь света. Он не спадал, и я поняла, это последний дождь. Это то, о чём написано в оси 6.3, что он придёт, он непременно придёт, этот дождь, последний дождь, и он наполнит сердца каждого. И этот дождь, это и будет то великое пробуждение, которое ожидает весь мир. И я понимала, что Господь тут же даёт мне разгадку, каким образом придёт это пробуждение. Он говорил о любви, и не просто о его любви к нам, но он тут же пел о любви моей, а значит и о вашей любви к нему. Как эта любовь соединяется, соединяется Духом Святым и начинает возрастать. Эта любовь в вас возрастает до бесконечности. И эта любовь, вы не сможете её удержать уже в себе. Эта любовь, она высвободится дождём славы, из этого облака славы Божьей. Оно высвободится на эту землю, на каждого верующего и неверующего. Это излияние последнего дождя. Мы ждём этого, но это зависит во многом от нас. Оно не придёт само по себе просто так, оно придёт из нас, из нашего сердца, из нашего помазания, которое в нас, из Господа в нас. Понимаете? Мы высвобождаем самого Иисуса, мы высвобождаем самого Бога. Таким образом открываются Сыны Божии. Они высвобождают Бога из себя, они показывают Бога через себя. Они идут по этому миру, Сыны Бога Всевышнего, показывая Бога Отца и Сына и Святого Духа, показывая Его излияние, касаясь Духом Святым, всё вокруг и наполняя всё вокруг. Это будет просто божественное явление, божественное, которое наполнит землю от одного края до другого. И это сейчас, я верю, оно прикасается к вам. И те, кто с открытым сердцем, с сердцем открытым принимать, с сердцем добрым, с сердцем бескорыстным, с сердцем без критики, с таким сердцем. Те, кто из вас сейчас открыто принимают и слушают то, что Господь нам даёт. Он даёт не только вам, но и мне, и всем нам, кто слушает, и кто будет слушать. И тем, кто даже не слушает, Господь всё равно даст и даёт через какие-то другие источники. Это идёт сейчас по всему миру. Это наполнение и переполнение Божьей любовью и Духом Святым. Океан любви разливается. Я провозглашаю это во имя Иисуса. Наполняйтесь им, дорогие. И не страшно утонуть в этом океане любви, потому что он вас вытолкнет на поверхность. Халлилуйя! Халлилуйя! Господь, слава Тебе! Пусть Твоя слава сейчас изливается на Твоих возлюбленных детей. И Господь хочет сейчас прикоснуться к каждому. Он хочет помочь каждому. Он хочет разобраться с вашими внутренними вещами, которые мешают вам двигаться выше, дальше и ближе к Господу. Которые мешают вам двигаться в вашем служении. Которые мешают вам принимать от Господа. Будь ли то болезнь, будь ли то недостаток финансовый, будь ли то какие-то распри семейные или еще что-то, какие-то неудачи по работе или бизнесу, что бы это ни было. Господь сейчас хочет прикоснуться к каждому из вас, потому что мы по-прежнему с вами находимся на этом богослужении. И этот свет, он изливается. Этот божественный свет Божьей любви, он наполняет вас. Увидьте себя одним из этих детей, из этих людей, которые стоят. И если вы желаете, вам не обязательно стоять в стороне. Идите вперед и подходите к Отцу. Не бойтесь, не бойтесь пройти прям к трону. Не бойтесь подняться, потому что вы сможете подняться просто физически там. Вы сможете подняться в воздух и оказаться в объятиях Отца, в объятиях Иисуса. Наполниться Духом Святым еще и еще. Это наполнение Духом Святым. Я сейчас провозглашаю изливание Духа Святого на каждого человека. Сверхъестественное наполнение. Ваши руки наполняются такой приятной истомой. Приятным экстазом наполняется ваше тело. То, что переживают люди, те прославленные, светящиеся славой Божьей души, можете переживать и вы. Этот экстаз Божьей любви, эта эфория Божьего блаженства, она сейчас здесь и для вас. Она возможна для того, и она здесь, чтобы вы ее принимали. Принимайте это верой. И я молюсь, чтобы вы и физически почувствовали. Принимайте освобождение в ваш разум. Освобождение разума от атак. У кого-то были атаки на мысли, на разум. Очень сильные атаки. До такой степени, что вы считали себя практически ненормальным. Вы считали, что что-то не то с вами. И вы даже обращались ко врачу. Для того, чтобы вам помогли специалисты. И вам сказали, что это неисцелимо. Но я хочу вам сказать сейчас. Нет невозможного для Господа. Одно прикосновение Духа Святого. И вы свободны. Потому что это демоническое явление. Это атаки темных сил на ваш разум. Господь имеет много для вас. И именем Иисуса я связываю. И высвобождаю огонь. Огонь Божьей силы на ваш разум. Я связываю всякое демоническое явление в вашем разуме. Эта чернота уходит сейчас навсегда. Увидьте ее. Эта чернота. Все темные мысли у других, у любого человека, кого атаковали. Обиды, непрощение, ярость, злоба. Все атаки демонические на разум сейчас уничтожаются именем Иисуса. Войдите в это верой, простотой дитя. Будьте как дети в вере. Принимая дар от Бога. Здесь освобождение сейчас, помазание на освобождение разума. Принимайте, возлюбленный, принимайте. Халлилуйя, свобода, свобода во имя Иисуса. И увидьте, как елей, золотой елей проходит по каждой клеточке вашего разума. И даже физического мозга. И я провозглашаю, и это так и есть. Вы имеете ум Христов. И я прошу вас, высвобождайте этот разум. Наполнение разумом. Наполнение мудростью. Эта мудрость, как она наполняется? Она высвобождается. Вы уже ее имеете. Высвобождается. И даже наполнение Господа, оно выходит прямо из вас. Потому что Царство Небесное, оно внутри вас. Вы как бы проходите через двери своего тела. И оказываетесь в этом параллельном мире. Вот так это. Наверное, трудно это объяснить досконально. Да и не надо ничего это объяснять. Вы получили полную свободу. Я также молюсь за людей, у которых есть боль в теле. Суставы, руки, ноги, любые суставы, колени, бедра. Халилюя. Увидьте, как елей сходит. Это цвет, который сходит прямо с трона Всевышнего. Это любовь. Она сейчас прикоснулась к вашему телу. И елеем сходит на вас. И вы чувствуете, прямо физически вы чувствуете. Это излияние и прикосновение. Вы чувствуете, как электричество и волны, приятное прикосновение Божие. И даже опьянение. Это всё проходит через вас. Но если кто-то ещё из вас не настолько открыт тому, чтобы прочувствовать это физически, не считайте, что это вас не касается. Вы точно так же принимаете и можете принять просто верой любое исцеление, всякие атаки демонические, физические. Сейчас огнём, огнём любви Божьей мы просто изгоняем, разрушаем, изжигаем всякий рак. Раковые клетки, они просто уничтожаются. Увидьте этот огонь. И вот эта молитва созерцания, когда вы видите, увидьте этот огонь, проходящий по всему телу. Если для врага это огонь поедающий, для вас это огонь блаженства, который оставляет приятное чувство на вашем теле, хотя ваше тело и горит, и даже в отдельных частях тела вы почувствуете горение. Огонь во имя Иисуса. И это огонь, исцеляющий огонь любви Божьей. Спасибо, Господь. Всякий вирус уничтожен во имя Иисуса. Комит, у тебя нет шанса. Слава, слава, слава Господу наполняет вас. Она наполняет всю землю. Во имя Иисуса будьте исцелены. Спасибо, Господь. Спасибо за это чудесное время. Спасибо за наполнение. Спасибо за исцеление. Спасибо за финансовое умножение. И помните, что секрет умножения финансового заключается в наполнении Духом Святым наполнением помазанием Светом Божьим и Его откровением и мудростью, которую Господь вам дает прямо сейчас. Дух Святой настолько сладок здесь. И я верю, что и у вас он настолько приятен. И такая радость приходит. Пусть она остается с вами. Спасибо вам за то, что вы были здесь со мной. Спасибо вам за посещение, в котором вы участвовали. Посещение Богослужения Небесного. Пусть оно будет у вас частым. И слушайте, непременно слушайте. И вы услышите пение ангелов. И вы услышите голос Божий, пение самого Бога. И вот в эту же ночь, после того, как я видела видение, уже ближе к утру, я потом проснулась, и я опять услышала пение. Я услышала голос, и Дух Святой мне говорит, ты слышишь это пение? Я говорю, да, Он говорит, это Господь поет тебе о своей любви. Он поет постоянно. Он никогда не прекращает петь о своей любви. Я говорю вам сейчас, Господь никогда не прекращает петь вам о своей любви. Принимайте Его. Принимайте Его любовь. Это ключ ко всему и ответ на все. Спасибо. До свидания. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон»